Итак, Раби Кахана, зачем быть евреем? Это очень сложный вопрос, чтобы ответить за 4 минуты. Я думаю, в этом вопросе скрывается самая сложная проблема, с которой сталкивается большинство евреев, большинство раввинов и большинство еврейских лидеров. Я считаю, что средний еврейский лидер не сможет ответить на этот вопрос даже в 25 тысячах слов. Когда еврей приводит сына или дочь к местному раввину, чтобы тот отговорил ребенка отступления в брак с неевреем, у раввина нет для него ни одного ответа. Позвольте мне объяснить, чем еврейство не является. Оно не является этикой. Не нужно быть евреем, чтобы быть этичным. Я знаю немало высокоэтичных католиков, протестантов, буддистов и атеистов. И если раввин в храме учит, что иудаизм – это этика, то он расист. Иудаизм этичен, и христианство этично. Когда вы говорите «я еврей», вы возводите стену между вами и любым неевреем. И если у вас нет более чем веской причины отличаться от него, у вас нет права быть евреем. Тогда вы будете расистом. Причина быть евреем в том, что в этом мире есть Бог. Настоящий Бог, а не его современный аналог. Что-то типа несварения желудка. Нет, настоящий Бог – трансцендентное существо, которое явилось на Синай свободному народу и дало нам Тору. Вот почему нужно быть евреем. Это единственное отличие, которое отличает нас от других. Все остальное у нас так же, как и у других. У нас общая этика с этими, которые сейчас пикетируют снаружи. Тора – вот причина быть евреем. Но трагедия и этой страны, и Израиля в том, что мы вырастили поколение молодых евреев, которые спрашивают своих родителей, «Почему я должен быть евреем?» И не получают ответа. Ответ может быть только один, но он болезненный – сесть и изучать свой иудаизм. Иудаизм, который либо был получен на Синае, либо ничего не стоит. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...